здравствуйте с вами поле сегодня хочу поговорить на такую тему как зарабатывать на патентах на собственное изобретение я сама не изобретатель но я получаю royalty с некоторых мест например я являюсь фотостокером и загружая фото картинки и видео я получаю royalty то есть процент от продаж и вы сами наверно знаете что картинка может продаваться много раз не ограниченное количество раз и каждый раз когда ее покупают я получаю свой процент и также я еще являюсь но кто не знает композитором я пишу музыку и у меня записано несколько музыкальных альбомов вообще я тоже получаю royalty это небольшие деньги но это всегда очень приятно когда поступают эти деньги потому что разово допустим я вложилась финансово и ну свое время потратила свой труд потратила но в фотостоке финансово не вкладываюсь музыку то и потом я просто сижу жду когда будет доход и доход обычно поступает многие люди на самом деле я просто это точно знаю имеют разные классные идеи но никак их не реализовывают то есть они их могут реализовать в каком-то своем узком кругу показать своим друзьям знакомым посмотрите что придумал ему похлопают его похвалят но на этом все закончится за границы вообще многие люди реально просто знаю я слышал о таких историях вообще живут за счет патентов то есть есть люди у которых десятки и сотни запатентованных всяких штук они их запатентовали и потом на этом зарабатывают вообще конечно запатентовать что-либо не так просто об этом я скажу позже но сначала я вам хочу рассказать пять способов как можно зарабатывать деньги на запатентованном каком-то изобретении способ первый если вы что-то изобрели вы можете сами производить этот товар и продавать его значит минус конечно в этом есть в том что это определенные затраты и нужно погружаться в дело то есть вам придется заниматься этим бизнесом жить и можно сказать и не все хотят этим заниматься значит я даже сделала кое-какие заметки поэтому я буду немного смотреть что у меня здесь записано чтобы вам рассказать более подробно в чем плюс конкретно данного вида заработка коммерческие конкуренты не смогут сделать или продавать ваше изобретение потому что только у вас эксклюзивное право на данный какой-то товар и никто вам не сможет составить вообще никакую конкуренцию есть большая вероятность что клиенты признают что продукт включает в себя новую эксклюзивную технологию это будет большой жирный плюс и ваш товар будут покупать вы будете на этом зарабатывать это достаточно хлопотное дело хлопотное занятие но может быть кто-то захочет таким образом зарабатывать второй способ можно лицензировать свои патентные права и все время получать стабильный доход то есть лицензия может предоставляться исключительно одному лицензиату или совместно использоваться рядом разных лицензиатов кроме того надо знать что лицензия может быть ограничена какой-то конкретной страной или территории то есть вы сами уже сможете выбирать кому вы позволите пользоваться вашим патентам за денежные отчисления в ваш карман а кому вы не будете позволять если вы хотите получить быстро какую-то определенную сумму денег то есть не заморачиваться с тем чтобы ждать когда вам там из года в год что-то накапает вы можете продать патентное право и это краткосрочная такая альтернатива в интернете уже существуют цифровые торговые площадки где продаются и покупаются патенты следующий способ это компенсация изобретательная это не очень известный не очень распространенный способ но я вам о нем расскажу например если какой-то талантливый изобретатель работает на фирму на определенную и допустим он внедряет какие-то инновации в процесс возможно что он захочет что-то еще дополнительно внедрять но он не хочет дарить свое изобретение он сначала патентует и затем получается ему фирма если она захочет пользоваться какими-то дополнительными функциями будет платить компенсацию для того чтобы потом не судиться и не требовать деньги которые допустим вам не доплатили следует своевременно патентовать свои изобретения которые действительно вы считаете очень ценными очень полезными и интересными если вы считаете их перспективными и тогда вы уже можете конечно предлагать или этому своему работодателю или даже другим фирмам если этот работодатель не выскажет за заинтересованности и за компенсацию или как-то тоже там за лицензию за продажу в общем получить деньги и есть еще пятый способ это выиграть судебное разбирательство судебную тяжбу из-за нарушения патентных прав я вам рассказывала что я заканчивала курс материальные вещи от университета гарвард и там была такая тема про швейную машинку зингер все знают про вообще швейную машинку зингер но не все знают что там была судебная тяжба судебное разбирательство которое считалось как бы судебным разбирательством века был такой человек элиас хоу в 1834 году он запатентовал принцип работы челнока затем зингер начал изготавливать и продавать швейные машинки и в 1854 году элиас хоу решил как бы отсудить у него деньги за нарушение патента было очень долгое разбирательство и выяснилось что еще раньше вальтер хант в 1832 году тоже подобное изобретение запатентовал но проблема в том было что до 1853 года он не продлил то есть он должен был продлить да он там запатентовал но были определенные сроки и он это не выполнил и элиас хоу так как у него был действующий патент отсудил у зингера 15000 и кроме того роялти от последующих продаж то есть он умер очень богатым человеком вот на этом курсе нам рассказывали ну и вы сами можете почитать эту историю то есть человек за счет того что у него был патент зарегистрированный он очень как бы хорошо поднялся а изначально это был очень бедный человек конечно многих интересует вопрос сколько стоит патент чтобы что-то запатентовать это не дешевое удовольствие существуют разные виды патентов но примерно примерно стоимость несколько сотен долларов за то чтобы запатентовать какую-то одну допустим вещь какую-то функцию то за что вы платите это время юриста и патентные юристы обычно имеют технические степени в дополнение к их юридической подготовке кроме того часто у такого юриста есть целая команда специалистов и каждый из этой команды специалист занимается каким-то своим делом выполняет какую-то функцию в оформлении патента проверяет оформляет то есть для этого и специально обученные люди помимо стоимости подготовки и подачи заявки есть вероятность что вам придется заплатить адвокату чтобы договориться с патентным ведомством от вашего имени кроме того могут быть еще такие затраты как обжалование решения в патентном ведомстве и это тоже стоит дополнительных денег можно заниматься самостоятельно но тогда вам придется выполнить большой объем работы это будет дешевле гораздо но вы потратите очень много времени международной практике есть такой вариант как подача предварительного патента он имеет меньше формальности и меньше затрат ну там есть свои нюансы но вы можете тоже почитать про предварительный патент там он оформляется в течение года как-то так и вы можете не спеша и не сразу платить все деньги и в общем то как бы регулировать свои затраты что я хочу сказать я должна сразу предупредить что если человек запатентует какую-то штуку какую-то вещь изобретенную им это не означает что он сразу станет очень богатым человеком может случиться так что конкретная вещь ему кажется очень полезной а другим людям она вообще не нужна такое может быть кроме того я хочу сказать о том что для того чтобы но есть определенные законы в мире что за 80 процентов наших усилий вы получаете 20 процентов прибыли а за 20 процентов усилий 80 процентов прибыли и может случиться так что первый патент вам ничего не принесет вы потратите деньги время у вас будут ложные надежды и ничего не получится 2 5 10 а потом на каком-нибудь там 18 патенте хотя бы потратите уже там не одну тысячу долларов вы заработаете такую сумму которая купит все что вы вложили и принесет вам хорошую прибыль я считаю что если у вас есть идеи если их много и есть какой-то вариант ну каждый месяц или хотя бы раз в полгода или хотя бы раз в году тратить деньги на один патент то нужно этим заниматься то есть я считаю ну раз в году допустим несколько сотен долларов потратить на такую нужную вещь но я считаю что это не очень обременительно для работающего человека по мере того как вы будете погружаться в это дело вы будете узнавать разные нюансы вы будете набираться опыта и вы будете делать с каждым разом меньше ошибок то есть когда вы начнете допустим взаимодействовать с потенциальными покупателями вашего патента вы тоже узнаете какие-то нюансы которые вам помогут дальнейшем вообще я еще советую если у вас есть желание этим заниматься то сначала изучить спрос и посмотреть что на цифровых торговых площадках где покупают и продают патенты какой спрос на какие патенты то есть может быть у вас много идей из разных сфер у вас разные отрасли интересов допустим и вы можете это запатентовать и это но надо же понимать во что вкладывать деньги и время чтобы получить максимально как бы эффективный результат почему я вообще еще рекомендую этим заниматься вот допустим у вас сегодня есть возможность в общем-то вкладывать деньги в патенты но реально это не такие уж огромные деньги понятно что их нужно отрывать от бюджета так вы можете что-то купить на что-то потратить так вам придется вкладывать в неизвестность можно сказать то есть вы не знаете получите вы хотя бы эти деньги обратно или нет окупится или нет но риск знаете дело благородное кто не рискует тот не пьет шампанское дело все в том что вообще вложение денежное в патент это тоже одна из форм инвестиций потому что вкладывая свои деньги в то что вы запатентуете какое-то изобретение вы тем самым эти свои деньги сохраните от сгорания от инфляции от всяких ну даже от воровства согласитесь если допустим предположить что вашу квартиру не дай бог могли бы ограбить к примеру да то если вы вложите эти деньги в патент вы себя уже как бы обезопасите от вообще пропажи конкретно данной суммы если та вещь которую вы будете запатентовать действительно стоящая то вы себя даже если это будет небольшая лицензия вы себя обеспечить и на долгие годы стабильным роялти то есть роялти это отчисление с продаж там ну с использования и вы поймите что патент это реально такая форма инвестиций которая может в общем-то подойти многим людям у многих людей есть разные идеи но далеко не все люди даже понимают как их реализовать вот и не все готовы заниматься производством товаров но если вы сможете внятно как бы обрисовать свою идею да идею хотя бы просто свою как-то в схемах каких-то я не знаю это нужно конечно с юристами общаться в какой форме должна быть подана эта идея но если вы сможете ее как-то оформить и запатентовать то даже со своей идеей вы можете получать доход так что я вам сегодня рассказала о таком виде заработка и сохранение средств и можно даже сказать при умножении своих средств при определенных благоприятных условиях вот сама я не являюсь изобретательным конечно у меня идеи тоже много всяких разных но я очень надеюсь что мои советы вам помогут вы возьметесь все за ум и будете зарабатывать и даже создавать в нашей жизни много полезных приятных нужных вещей пишите пожалуйста в комментариях есть ли у вас идеи если у вас может быть уже какие-то запатентованные изобретения какие-то штуки которые уже защищены законом делитесь пожалуйста и рассказывайте планируете ли вы в будущем этим заниматься благодарю всех за просмотр с вами была поле подписывайтесь на мой канал пишите комментарии нажимайте колокольчик ставьте лайки всем пока